Ну тогда я расскажу про новости московской науки, за все ответственность я не могу, но у нас прошло важное мероприятие, ну я бы сказал даже два, одно я вот в Доме ученых, там мы собирались, тоже думали вопрос Чернышевского, как дальше жить, а второе вот это была конференция по основаниям фундаментальной физики и математики. Это уже третья конференция, Юрий Сергеевич Пазимиров, так сказать, ее организовывают, основатель всего этого движения, за что мы всем, конечно, очень благодарны, потому что такую трудность взять, не каждый ученый решится. Ну и, извините, судя по докладам, в общем-то, московская мысль не дремлет. Очень много сообщений, они все яркие, интересные были, мы еще будем анализировать, я приглашаю всех, кто хочет, в четверг к Юрию Сергеевичу на семинар прийти. В четверг прийти на семинар, и там будут, ну, разбор полетов, мы будем обсуждать, вот в этот четверг к Юрию, через ладья, как прошла конференция, доклады о подведении, ну, итогов. И, может быть, наоборот, на будущее, что и как. Вышел сборник, а? Да, послезавтра. Вышел сборник, делегатам давали, кто выступал, я не знаю, есть ли там еще дополнительные экземпляры, но, в принципе, если четверг к Юрию Сергеевичу, может быть, там что-то еще осталось. Значит, про все доклады я рассказать не могу, ну, один из самых радикальных докладов все-таки, как мне сказали, был у меня. Я на нашем седае не рассказываю, чтобы как-то сохранить лицо семинара, мне нас просто жалко, если я начал своим мыслям картизианским делиться, ну, вот, нас закроют. Ну, там я рассказал, может быть, впервые, как вот все это, думаю. На самом деле, очень резко критиковал ньютоновскую науку. Не только, что он там массово неправильно будет, а что и гравитационного поля, на самом деле, в природе нет. Это выдумки, нет никаких физических полей с отрицательными энергиями для понимания. А значит, это все лженаука. Чего мы учим? Детей седьмого класса. Вот вы сами подумайте, как у Ньютона организовано. Вот бросили камень, он начинает падать. Кинетическая энергия вместе с потенциальной все время константы. Это называется законом сохранения. Поэтому, как ни бросай камень, все время энергия, можно сказать, ноль. Ну, можно так выбрать. Со второго этажа бросили – ноли. Потому что кинетическая переходит в потенциальную, ну, константа – ноли. С пятого – ноли. Ну, реальному наблюдателю, который в физической реальности наблюдает за событиями, далеко не безразлично. Кирпич упал ему на голову со второго этажа или с пятого. Понятно, да? То есть, в физической реальности нет и не может быть никаких отрицательных энергий. Ни у полей, ни у объектов. Они не мерятся. А мерятся только положительные энергии. Ну, кинетические энергии, да, инерциальные энергии, все они измеряются. Поэтому вот эта компенсация, это незакон сохранения, это компенсация одного вида энергии зеркальным видом энергии – это, по сути, принцип инь-янь, это китайская философия, что наш мир сопровождается потом зеркальным, потусторонним. И Нитон на него подсел и нас всех подсадил. Но антологически это совершенно неверно. От этого надо избавляться, переходить на другое мышление, картезианское, где нет никаких там точечных масс, нет пустоты. Есть распределения энергетические в пространстве. Видите, распределения как-то самосогласованно взаимодействуют. Конечно, по законам самоорганизации мы это воспринимаем как механика движения тел, вводим понятие энергии, силы, потенциалов, вот неправильно Нитоновских, а надо вводить потенциалы с положительным давлением. То есть не отрицательное давление, Нитоновская сила, она же тянет отрицательное давление, а надо вводить только положительное давление со стороны положительных энергий или плотностей. Все, это совсем другая история. Это значит, мы кроме наблюдаемых, вот наших локализованных тел, должны вводить или приписывать какие-то свойства пространству, которое давит на эти тела самосогласованным образом. Хочешь, не хочешь, приходим обратно к идее толкательной гравитации, что это нет сил притяжения, я говорю, это мистика. Нет отрицательных энергий, нет сил притяжения. Есть только силы толчки, не тяга, а толчки с положительным давлением от положительных энергий. И эти мысли Нитону сразу говорил Фатева. Он женевский математик, к нему приехал туда, Нитонову оставлял у себя работать, он решил уехать к Гюгенсу, поскольку был не согласен с Нитоном. И вот это потом наш Ломоносов, слава богу, мы вот в этом здании, и повторяю, мы должны читать наших ученых. Ломоносов тоже критиковал Нитона, говорил, не может быть никаких сил тяготения, а должна быть какая-то, как он говорил, тяготильная жидкость, подразумевая под этим эфир, который потом начали накладывать на него табу в угоду Ньютону. И Ломоносов говорил, что да, она тоже должна быть обязательно толкательной гравитацией. Потом, чуть позже, через несколько лет, Лисаш, опять же, женевец, математик, говорил, что да, какие-то корпусы-слухи должны быть. Тогда еще кинетической теории газов не было, это не понимали. Которые подталкивают одну планету в другой. И никаких тяг вот этих мистических нет. То есть нет радиальных сил Ньютоновских. Есть бирадиальные давления с двух сторон одновременно. А эти бирадиальные, это как Куперовская пара. Они не локальные по природе, мы их померить даже не можем. Мы можем померить только локализованные тела, монорадиальные тела, бирадиальные, расправильные плотности, мы не меряем. Ну, вот так природа организована, никто же не виноват. Но легче описывать, если придумать, что вот яблоко на Землю тянет радиальная сила. И все сходится до поры, пока слабенькие там эти поля. Но никто не думает, что это мистика, отрицательные потенциалы. И мы, я же тоже этого не понимал, когда школьником был, да когда в институте, там все шнура. И даже Эйнштейн в это попал. Он же оптимизировал Ньютона. И у него тоже отрицательные метрические потенциалы, сколько хочешь, черные дыры. Это что, по-вашему? Мало того, что поле не существует гравитационное, ты к этому полю с отрицательной энергией гравитационной еще и придумали метрический горизонт, там черную дыру и так далее. И все на институте сваливают. Да ничего подобного. То есть надо основы физики менять коренным образом, избавляться от понятия гравитационное поле, переходить к понятию инерциальных полей с положительными кинетическими энергиями, к конкуренции этих полей, перераспределение этих энергий по степеням свободы. Это основной принцип, почему одно тело падает на другое. Перераспределение положительных энергий происходит. Выгодно системе распихать энергию по всем степеням свободы. А без партнера оно это сделать не может. Вот у него, если он без партнера, МЦ-квадрат внутренняя энергия, кинетическая. Перерасима сгорела. Нет партнера, ему некуда распихивать. Он не закрутиться не может, не двинуться. Есть партнер, все, самоорганизация, оба довольны. Они начинают избавляться от внутренней энергии, МЦ-квадрат. У них появляется кинетическое движение. То есть основа всего движения – это внутренняя кинетическая энергия тела, МЦ-квадрат, который зарыт. Ньютон, конечно, ничего не знал. Спасибо ему большое за великолепную модель, которая позволяла как-то вперед двинуться. Но онтологически она неверно. Отрицательных плотностей энергии нет в природе. Поэтому, конечно, надо физику перестраивать, под нее математику перестраивать. Будет другая метрика в пространствах, протяженных плотностями. Теоремия Бергофа не будет для пустоты. А значит, не будет метрики Ашваршинца. Ну, все по-другому выстроится. Ну, вот так вот, по крайней мере, на сегодня. И это Ломоносов поднимал, ну, когда, 1742 год у него. Уже первые работы на этой теме были. Мы до сих пор не можем от Ньютона избавиться. И непонятно, как избавляться. Были и другие, много было ярких выступлений, интересные, там, вот, про модель борота рассказали, что все четыре силы можно посадить в одну. Турецкий физик, представляете, это придумал. Ну, где-то я согласен, да, действительно, такой потенциал борота можно построить. Но, опять же, отрицательные потенциалы – это не самый хороший пульс. За отрицательными всякими потенциалами, как бы, якобы, потенциальной яме у нас все сидит. У нас же как энергия связи атома, это значит, когда они связываются, она отрицательная. Да нет отрицательной энергии. Надо научиться в терминах внешних воздействий толчков рассуждать, вернуть обратно эфир. Ну, я уже взрослый человек, мне карьер не делал, поэтому я считаю, да, конечно, к идее эфира надо возвращаться, он есть, он материальный. И раз распространяется волна, все это постулат. Волна не может в пустоте распространяться, пусть меня убьет. Этот постулат важнее, чем там в пустоте со скоростью света. Волна должна в среде распространяться, вот в эфирной, в какой-то среде. То есть эфир надо реабилитировать, а заодно и всех вот людей, которых Академия отвергла во главе с Ильцепковским. Им же жизнь скалечили. Они же интуитивно все это понимали, как Ломоносов. Нигде ничего опубликовать, пробиться не могли. Но зато у нас вот до сих пор отрицательной энергии можно диссертацию защищать. Если ты с отрицательной энергией пришел, но того никто смеяться не будет. Если ты пришел с положительной энергией, но эфирной. А где-то еще во времена Лоренца было наоборот. Если ты отвергаешь эфир студент, ты пятерку на экзамен не получишь. У Лоренца там было очень жестко. Эфир четко был, и все это понимали. Вся электритномика Лоренца, она под идеей эфира была построена. Ну, в общем, я очень рад, что мы, по крайней мере, иногда собираемся и можем высказаться на такие нетривиальные, где обычно-то не говорим, потихонечку и думаем. Ну, разбор полетов, опять же, будет в четверг. Всех приглашаю. Теперь я бы хотел с нашим докладчиком поговорить, чтобы вы представились. Давайте сядем поговорим. У нас 5 минут есть на это? Нет, Анатолий Сергеевич, вы садитесь, мы сейчас... А потом, нет, это еще не доклад. Вот это мы просто... Я хочу, чтобы вы рассказали о аудиториях. Ну, конечно, известный шлах, но тем не менее. Какой институт вы закончили? А с чего вы начали? Почему вот к этой синергии пришли? Почему вас числа Фибоначчи заинтересовали? И что не так вообще в науке с вашей точки зрения? Магнитского, там еще что-то? Да. Ну, значит, представлюсь. Я в 1967 году закончил Московский институт электротехнической связи как по первой специнженер телефона-телеграфной связи. Ну, автоматической многоканальной связи. И за свои работы по математике был распределен в Академию наук. Но вместо того, чтобы заниматься наукой, я попал инженером по строительству телефонной станции, как перейти от ручного коммутатора к электрическому. Хотя у меня были печатные работы у студента. Я так настолько все обиделся на свою судьбу, что фактически моей судьбой распорядился академик миллиончиков, на улице которого я сегодня живу. И так оказалось, что делать было мне нечего. Ничего я в конкретной телефонии не понимаю, а я начальник, и я решил что-нибудь исследовать. И меня познакомили с профессором Кобузевым Николаем Ивановичем химфак МГУ, который впервые указал мне на противоречие фундаментальной физике. А именно, биологические и социальные системы развиваются, упорядочиваются, а согласно закону в термодинамике все стремится к хаосу и деградитации. Где противоречие? Чем замечательный профессор Кобузев Николай Иванович тем, что в 43-м году он показал, что любая открытая система обязательно генерирует новые структуры в определенной пропорции. Векторно-бровнские соотношения равны 1 к 2. Ему дали докторскую беззащиту. А в 48-м году он попал под репрессию. Его работы, его ничтеники были, так сказать, репрессированы. Донос на него написал Гальданский по просьбе Семенова. А я оказался в институте Семенова, и когда впервые показал математику, что стремление мира к хаосу это элементарная арифметическая ошибка, которую, правда, не мог решить Рассел и Эйнштейн, они, правда, показали, что нельзя исходить из энтропии как мира хаоса, Бог не играет в кости. Но ввести дополнительную новую функцию, которую описывают небытие или эфир, они не догадались. Я это сделал, и с тех пор был вынужден заниматься физикой и химией, в которой не имел никакого образования. Семенов лауреат Нобелевской премии после беседы со мной и службы в армии поддержал и дал мне вакансию заниматься чем я хочу в институте химической физики. Я, конечно, что-то сделал не так, но, во всяком случае, после того, как работа была сделана, мне пришлось давать экстернам программу теоретической физики, и я защитился только в 46 лет. То есть пора на пенсию, а я только защитился, пришлось освоить квантовую электродинамику, квантовую физику, и сейчас, посещая семинары Владимирова и Рухадзе, повышаю, так сказать, свою квалификацию. То есть противоречие сформулировал, Кобзев Николай Иванович, а профессор Блюминфель, который показал, что теоретическая физика не отличает живого от неживого, всячески помогал мне исследовать биологию и биофизику, и поставил передо мной тему диссертации описать цепные макромолекулы. За цепные макромолекулы Флори получил Нобелевский в 1978 году, где он показал, что макромолекулы, как консамбль, можно свести газы, если их много. А Левши, Судья Михайлович, поставил, нет макромолекулы, это система с памятью, которая в термостате никогда не приходит к термодинамическому равновесию. Как описывать сложную систему в термостате, которая не описывается законами термодинамики? Я вот написал диссертацию, что если мы меняем исходные постулаты статистической физики, вводим бытие и небытие, равновесие, хаос и порядок, оказывается, каноническое распределение справедливо и для макромолекулы нетермодинамических объектов. И это было, так сказать, вроде диссертация прошла, но все теоретики сказали, ну что, что правильно, а кому это нужно? Кому нужна новая теоретическая физика? Вы чего? И я очень долго мочился, действительно, а кому нужен новый постулат? И вот после того, как мне удалось связать бытие и небытие с методом Фебоначи, с золотой пропорцией, которая работает и в биологии, и в социологии, и в криптографии, и в технике, и в авиации, и в социальном управлении, я впервые увидел, что мой постулат о хаосе и порядке действительно имеет практическое приложение. И вот сегодняшнюю лекцию я хочу начать не с теории, а именно с практического примера. Я достаточно... Может, хватит, может, перейти к содержанию относительно? Не, ну хорошо, а сейчас я, в общем, прокомментирую. Что еще сказать? Я почему в идею Харитонова поверил, когда я вот увидел его там интеграл для хаоса и порядка, что вместе они константу дают. Это как раз вот то же самое. Ну, у меня тоже все это получается, что вот внутренний хаос, вот это МЦ квадрат, это внутренний хаос, переходит в порядочное движение, потом обратно. система самоорганизуется к равновесию хаоса и порядка самоорганизация. Конечно, у Ньютона этого нет. Мне кажется, первый человек из таких больших людей, который вот это понял, это был Анзагер. Ну, это великий человек, он в Нобелевской премии получил всего за три работы. Вот у него три работы, там симметрия кинетических и эффициентов, модель лизинга он решил двумерно, еще какую-то работу сделал. Ну вот. И получил Нобелевскую премию. Так он понял, что вот не от хаоса, ой, не от порядка хаоса в систему обязательно должна идти, а она может идти к самоорганизации и делать лач-скейл вот эти вихри, которые мы в океанах сейчас находим по 10 километров внести в вихрь. Представляете? Если подводная лодка туда попадает, она погибает. Это очень важно. Эти вихри самоорганизуются, ну, так же, как смерч в атмосфере. Ну, вот это смерч, это самоорганизация. Так вот, категория самодвижения и самоорганизации требует принципиальную новую физику и математику. Об этом писал Бугай. И за рассмотрение биологии системы с памяти с должности ректора МГУ был снят Павел Алексеевич Некрасов в 1898 году. То есть за все правильные модели в биологии и социологии математики преследовались. Ну, вот это... Наследие Павел Алексеевича Некрасова ни марковские процессы до сих пор ни один не посмотрел и не считает нужным. На каком-то истории математики у нас всегда история была идеализирована. Зачем вы хотите знать все, что сделали русские математики? Это вообще не модно в наше еще время. Таким образом, если сослаться еще раньше на книжку Магнитского 1603 года, где он описывает «Герб Российской Федерации двуглавый орел и три короны» — это математический символ, введенный в 1497 году. А то, что математику можно строить на актеомах двоицы в редукционизме и на актеомах троицы в математике холизма. Что такое троица? Если вы берете 3 факториала 2 — это 2, а если вы берете факториала троицы — это 6, если от факториала шестерки берете второй факториал — это 720 число Хаммера, а если вы берете факториал от числа 720, вы никогда не можете вычислить это конечное число. То есть пространство событий настолько велико, что ни о каком постулате равновероятности энтропии как Меррехаусу просто пользоваться нельзя. Но поймите, что если это знали в 1497 году, если вся русская математика основана на методах Фибоначчи и законах гармонии, без них, в принципе, нельзя построить храмы произведения искусства. То есть в принципе здесь что столкнулось? Что Эллер сторонник бинарных моделей, навязал бинарные отношения, и натуральный ряд чисел и уничтожал всю школу математиков, которые мыслили иначе. А я напоминаю Николу Макавелю, который показывал, навязывая бинарную математику, и государство противника разрушится. Все, что основано на двоице, подчиняется второму закону термодинамики и деградирует. Почему я геополитический академик? Потому что я показал, как только вы навязываете бинарную логику, государство разрушается. Как только уничтожили Московскую математическую школу Бугаева, царская империя развалилась. Поскольку троицу не вели в советское время, советский строй развалился. В 1984 году я говорил, из уравнений, которые обобщил второй закон, следует, что СССР развалится. Все поверстили у виска. В 1995 году я говорю, ребята, вы ничего не поменяли. Новый строй опять развалится. Меня пригласили в Академию Генерального Штаба, но после того, как я кое-что стал объяснять, все-таки решили со мной не продолжать контракт. Как там насчет Евросоюза? Я с Евросоюзом не знаю. Важно, что сегодня оружием является аксиома математика. И все фундаментальные знания являются государственной коммерческой тайной. Уровень секретности на Западе на порядке выше, чем у нас. У нас секретным являются номера приказов и имена директоров, а там теории с константами и принципами. Нам это все сложно. Мы люди так практичные и приземленные. Нам важно понять ваши взгляды в конкретных простых примерах. И если вы будете рассказывать один из тезисов, я слышу, что все уравнения, в принципе, в них можно проследить вот это золотое сечение. Я не считаю, что в ньютоновской физике оно высвечивается как раз наоборот. Ньютон все задушил. Давайте про Ньютона. Ньютон четко переводник Крылова писал, пренебрегая врожденной силой инерции, можно вести равновесие центробежной и центростремительной силы. Ньютон был специалистом по золотой пропорции. 20 лет его трудов сгорели. И вышло так, что хороших работ правильных не было. Но вы вспомните, сначала Кеплер построил солнечную систему в гармонии, и это позволило Ньютону переписать ее в модель материальной точки. Если система в гармонии, принципом преединства психолизма можно принять притч и переводить в бинарном отношении. Вести ее как систему как точку. Я думаю, что они, классики Ньютон понимал, Галилея понимал, они оговаривали частные случаи. Давайте нам сейчас попроще спокойным таким языком, чтобы мы поняли саму суть вот этого. Вы можете вот сюда выйти, вам будет... Да, я попробую. Если я что-то ошибаюсь, можно уточнить. Смотрите, микрофон можно сюда ставить. Да, вот вы ставите, так я буду. Дым удержать. Итак, что бы я хотел обратить внимание, что если я принимаю постулат Платона, что время есть интервал между двумя событиями, то я сразу могу обратить внимание, что у вас есть совершенно два разные типа повторяющих событий, а именно движение в пространстве во времени тел, которые заменяются моделью материальной точки механика Ньютона, и второе, шаги трансформации солнечного излучения нашей планеты, обусловленные фазовыми переходами, тоже являются повторяющимися процессами. То есть, по крайней мере, у нас есть совершенно два разных класса повторяющихся явлений. Акты возникновения нового, эволюции, развития и акты обратимого движения. При этом очень важно замечание Ивана Павловича Базарова о том, что когда вы выбираете масштаб времени, вы всегда должны понимать, что у вас усреднилось, а чем вы пренебрегли? Ну, если вы берете доли секунды, вы видите частицы, если берете еще короче, вы видите волны Гюклитса, еще меньше электродинамику, еще меньше квантуэффекта. А вот, в принципе, Щапова поступила прямо обратным путем, она взяла интервал рассмотрения времени в тысячу лет. В результате кинетическая потенциальная энергия усреднилась, ей можно пренебречь, и осталась только структурная энергия. И вот цель моего сообщения как раз использовать эксперименты Щаповой, Юлии Леонидовны, в которой разработана модель ускоренного развития популяции человека в археологическую эпоху, описанную рядом Фибоначчи в обратном времени с шагом равным тысяче лет. Что такое ряд Фибоначчи? Это геометрическая прогрессия с шагом золотого сечения. И теоретической частью является предыдущий мой доклад, это введение нового числа как сумму мер, хаос и порядка или взаимодействие бытия и небытия. Поэтому здесь как бы две части экспериментальная и теоретическая. Значит, экспериментальную часть я впервые рассказываю, поэтому очень важное понимание. Повторяю свое понимание. Галилей впервые ввел инерциальную систему отсчета для описания движений в пространстве тел, сводимых к модели материальной точки. Это Галилей, да? Движение материальных точек описывается арифметической прогрессией с симметрией относительно нуля. Понятно, что время вправо и влево одинаково. Вы можете по времени гулять Ньютоновскому благодаря Галиле влево вправо все симметрично. Модель материальной точки в первую очередь пренебрегает тремя границами тел. Любое тело реальное я обладаю геометрической границей, я обладаю импульсной тепловой границей и я обладаю химической границей структурной, иначе я погибну. То есть любой объект обязательно имеет не менее трех границ, а модель материальной точки сразу пренебрегает свойствами всех объектов природы иметь три разных границ. Щиапова разработала свою модель ускоренного развития в археологическую эпоху. Это от 7 миллионов лет до 5000 лет до Рождества Христова. Почему она ограничилась 5000 лет до Рождества Христова? То есть в этом периоде человек есть социальное животное, а после 5000 лет человек еще становится государственным животным. И поэтому ее модель перестает работать. Важно, что интервалы времени между шагами развития человека способности говорить, питаться, координировать руки-ноги очень важным описывается рядом Фибоначчи на масштабе в 1000 лет. И ряд Фибоначчи это геометрическая прогрессия. То есть если мы у Ньютона и Галилея имеем время как арифметическую прогрессию, то у модели Щиапова это принципиально геометрическая прогрессия. А если вы берете интервалы более короткие, здесь возникают разные нелинейности, и она говорит, уже ее модель не работает. Но я хотел самое главное показать, что она впервые от Галилея построила внутреннюю систему отсчета. Если вы помните работу Джордана Бруно только варваре мыслят пространство во времени, Рене Декарта нельзя пользоваться внешней системой координат для неточных объектов, Леонардо да Винчи, все процессы развития это внутренняя система отчета. И вот Щиапова впервые нашла внутреннюю систему отчета для описания процессов развития. Она не знала, что она сделала это открытие, но я с ней по телефону это и объяснял. И третье, что она важна, очень важно, что все эксперименты распределения параметров асимметричны. То есть Вселенная как бы вдыхает и выдыхает очень асимметрично. То есть все новое распространяется очень быстро, а все старое умирает очень медленно. Вот это основные ее результаты. Я их опубликовал сейчас на сайте Академии Тринитаризма, где более подробно именно описываю опыт Щиапова, что это как бы опыт сопоставим с Галилеем. Если Галилеем впервые построил основу для экспериментальной физики, то Щиапова показала экспериментальные основы для описания феномена развития. Соответственно, мы имеем две разных закономерности изменения объектов. Для материальных точек это арифметическая прогрессия, для сложных систем в археологической эпохе это геометрическая прогрессия. Вот я не знаю убедительная или не убедительная, я показал принципиально разные закономерности для времени. Если значит у вас время геометрическая прогрессия, значит у вас нет преобразования Галилея и Лоренца. Вся квантовая литивистская физика построена на сильной гипотезе, что работаете вы только с точками, когда можно пренебречь размерами системы, границами системами и внутренними преобразованиями, то есть самодвижением и развитием. Итак, модель материальной точки фактически потребовала вести гипотезу, что причина ее изменения может быть только внешняя сила, то есть самодвижение и саморазвитие исключено моделью материальной точки. Но материальная точка оказывается связана с математическими постулатами, целое число, натуральный ряд, математическая точка и линия. То есть фактически Бугаев в свое время показал, для того, чтобы восстановить законы гармонии, нам нужно принципиально новый аппарат аритмологии, математические анализы не годится, и вот Луизин, Рашевский показывают, нам отказаться от догмата натурального ряда и целого числа. То есть для того, чтобы описывать эволюцию, мы первые основы аритмитики и математики должны поменять. То есть вот это целое число, натуральный ряд и так далее, это все свойства симметрии аппарата пространства временного описания мира, в котором все обратимо. Вся эволюция, развитие принципиально необратима, и мы должны начинать с замены целого числа новой моделью, которую на прошлой лекции мы назвали холистическая модель числа. Итак, напомню, что поскольку каждое целое число есть среднее арифметическое между двумя крайними членами, то двойку можно представить в виде прямоугольника со сторонами 1 и 2, тогда диагональ равняется корень из 5, и тогда мы видим, что всегда вписанная и описанная окружность порождает золотую пропорцию. То есть всегда, когда вы постулировали целое число, вы постулировали, что система уже находится в гармонии по золотой пропорции. То есть по Кеплеру есть и солнечная система в гармонии, тогда вы можете пользоваться целым числом и математическим анализом. Это очень частный случай. И далее, понимая, что любое золотое сечение связано с тремя цифрами 1, 2 и корень из 5, можно, переставляя числитель и знаменатель, просто изменяя знаки, видеть внутреннюю симметрию золотого сечения. И следующий шаг, вы вообще его можете представить фракталами, двумя разными фракталами, пространство между которых удовлетворяет теоремию Пифагора. Это означает, что вы можете строить геометрию и на точке линии, которые пренебрегают внутренней деформацией колебаний, а на фракталах золотой пропорции. То есть геометрии вы можете подойти совершенно новым способом, понимая, что мир устроен на фракталах золотой пропорции. Вот это предыдущая зависимость. И поэтому еще раз даже решил повторить ряд Фибоначчи. Итак, третий, четвертый и пятый член совпадают с натуральным рядом. 1, 2, 3, 4, и 5. Поэтому очень часто мы путаем, где ряд Фибоначчи, а где натуральный ряд. Ну, например, если я говорю человек, голова, тело, конечности, какое число идет глядно на человека? Многие говорят 4, нет, 5, у нас 5 пальцев, 5 органов чувств, 5 этажей нервной деятельности. То есть любая организация рекуррентна, а мы пользуемся натуральным рядом, где число и порядка, и номер совпадает. И важно, ну, таким же свойствами обрадает ряд люка, ну, что я хотел про ряд Фибоначчи еще сказать, я хотел про него сказать, что как только вы берете 9 к 10 числу, например, 89 к 4, вы уже можете опять перейти от трехсущественных значений к бинарному отношению. то есть фактически премьи пола хэйга. Если ресурсы производства сбыт в гармонии, вы можете перейти к понятию товар-деньги. То есть товарно-денежные отношения справедливы только в том случае, если общество гармония. Если в обществе нет гармонии справедливости, понятие деньги, товар, прибыль просто пользоваться нельзя, они неадекватны. то есть всегда если у вас троица не гармонично, нельзя пользоваться бинарными отношениями. Вот это важная вещь. Важная новая, я в тот раз не обращал внимания, есть уравнение кассини, которое показывает, что квадратичные функции порождают плюс-минус единица и плюс-минус корень из пяти. То есть вы от фракталов золотой пропорции можете перейти к комплексным фракталам и не постулировать комплексные числа, а выводить из процесса трансформации энергии, а следовательно я и предполагаю можно у кого хватит сил математических построить вывод гиперкомплексных чисел. Все есть результат процесса трансформации солнечной энергии, в том числе если вы начинаете правильно описывать математически. Что важно еще хотел обретить внимание, Щапова показала экспериментально, а я чисто математически. Если вы берете правильное выражение бинома Ньютона, кстати было написано на нагроге Исаакова Ньютона, поэтому я предполагал, что он знал золотую пропорцию, всегда у вас возникает асимметрия распределения, нет асиметричных распределений в природе, вся биология асимметричных асимметричных распределений а вам навязывают бинарные отношения гауссов распределений поэтому вы всегда ошибаетесь когда пользуетесь статистикой гауссов распределений весь мир асимметричен и все распределения асимметричны что это означает что всегда когда вы строите физику с помощью экспонента вы оказывается берете огибающие от фрактала золотой пропорции то есть гладкие дифференцированные интегрируемые функции это и есть частный случай описания системы когда возникновением новым структурными фазовыми переходами можно перенедречь и работать с гладкими функциями ну и соответственно я натолкнулся случайно уже забыл как что любое число можно строить как число с памятью то есть каждое число представляет собой фрактальную структуру отряда Люко и Фибоначо то есть мы можем перейти вообще к другой алгебре арифметики то есть нельзя пользоваться целым числом и натуральным рядом то есть натуральный ряд как писал Парашевский это догмат от которого надо отказаться это неестественное природное образование мало того что я не буду сейчас показывать но будет как-нибудь интересно почему натуральный ряд числа противоречит закону сохранения можно в принципе выяснить но решил сегодня вас не загружать лишней информации и так анализируя труды щапы экспериментальной работы я обратил внимание что ее труды не противоречат открытию это слое сделано нашими академиками Тинхом и Самарским в 1667 году она показала что малая возрастающая величина сложности материального производства привела к нарушению равновесия биоциноза популяции человека на 5 порядков то есть благодаря открытию Тихонова и Самарска если вы хотите описывать самодвижение саморазвития вам в принципе недостаточно законов механики о чем здесь я говорил Игорь Едмутович действительно мы должны вводить новое уравнение система принципиально не Гамильтонова и так как она не учитывает преобразование и трансформацию солнечной энергии академики наши сделали открытие в 1667 году и до сих пор мало кто пользуется их результатами и так подытоживаю фразу я хочу число это сильный постулат предполагает что описывая им система сформировала свою устойчивую организацию по золотой пропорции так что поглощением и трансформацией потоков солнечной энергии и вещества можно пренебречь здесь естественно хочется вспомнить Богданова о технологии который сказал в начале прошлого века что мы принципиально должны начинать развитие науки об организации материи кстати Богданов предложил Ленину в качестве символа пятиконечную звезду по законам гармонии и красоты следующий нам было реализовать сегодняшний состояние если мы были в другой рубашке галстике или в других ботинках это же миллионы состояний то есть каждый раз небытие присутствует при нас но не всегда нам этим надо пользоваться но оказывается любую реальную систему удобно рассмотреть как открытую систему взаимодействующую с небытие или с эфиром и тогда у вас возникают новые уравнения и новые динамические перемены первое от чего я отказываюсь от Калмагорова если я беру формулу полного набора вероятностей к это пространство событий вероятность и последовательность которые удовлетворяют сумму аддитивности то пространство событий я предлагаю построить в виде мультипликативного множества как функцию от координат импульсов и структуры и тогда видно что любое число является функцией трех пространств является функцией взаимодействия бытия и небытия и еще обязательно трех координат импульсов и структуры если например я эти три параметра возьму по уравнению Ицковича модель развития экономика то являются этими параметрами государство бизнес и научное сообщество высшая школа образования то есть энтропия государства падает энтропия бизнеса сокращается а энтропия вмешательства общественности высшая школа во все процессы растет это модель Ицковича фактически она подтверждает идею которую заметил Ленин что именно советы единственный способ как развиваться любому то есть то есть через обсуждение квалифицированными людьми всех проблем может происходить процесс саморазвития и самообразования вот Ленин это заметил но математически не записал хотя у него есть такая интересная фраза что как только математика дорастет до социологии откроются новые социальные законы как только математика дорастает до биологии мы открываем новые биологические законы фактически действительно если я ввожу три пространства событий три энтропии координаты импульсов и структуры я имею шесть вариантов изменения состояний и каждый шаг приращения структуры есть регулярный шаг относительно предыдущего и всегда будет приводить к золотой пропорции ну как бы я это пояснил опять художественно что именно Земля как открытая система какую-то энергию не поглощает какую-то поглощает и преобразует с одной стороны она стремится к равновесию с окружающей средой солнечного излучения термодинамическому равновесию можно описать двоицы а внутри себя она всегда формирует гармоническое равновесие из трех функций все живое упорядочно в импульсном пространстве существует в узком интервале температур все живое все живое в конверсионном пространстве и все живое хаотизировано по структуре и отношение этих трех пространств стремится к золотой пропорции вот идея Кобузева 43-го года что Земля задает программу всему живому стремиться к росту структуры по золотой пропорции но Кобузев не знал что отношение один-двум связано с золотой пропорцией он просто говорил что вектор набровался компоненты стремятся к отношению к один-двум то есть для того чтобы была максимальная энтропия процесса система должна быть структурно упорядочена и так он четко разделил энтропию состояния от энтропии процесса и так видите как я заканчиваю значит мной как бы разработана холистическая модель объектов природы как открытой системой описывает трехсуществом взаимодействия бытия и небытия то есть любой объект можно рассматривать как открытую систему взаимодействия бытия и небытия в трех классах переменных и вот действительно Анзагер Пригожин Моисейф говорит следующей задачей теоретической физики является исследование свойств открытых систем фактически что получилось что любая система развивается по трем спиралям координаты и импульсы уменьшаются шагом Фибоначчи а структурная спираль разворачивается по ряду люков то есть всегда универсальный закон развития по трем спиралям спиральный закон развития впервые ввел Барух Спиноза а в нем писал Гете вот Искович ввел уже тройную спираль а то что она обязательно по золотой пропорции подчеркиваю я из этой теоретической модели и так видно что шаги развития описываются в частных случаях рядом Фибоначчи или геометрической прогрессии то есть время рекуррентно и для развития нет внешней инерциальной системы на которой построена квадрат релятивистская физика и электродинамик развитие определяется памятью о внутренней организации открытой системы проблему памяти значит получил Андрей Бергсон Нобелевскую премию ректор МГУ Некрасов Павел Алексеевич которого сняли за эти работы и мой соавтор Шелепин Леонид Александрович мы с ним написали новую парадигму немарковского процесса системы с памятью в 99 году итак какова же практическая сторона вот этой теории она показывает что каждый объект можно представить как открытую систему обусловленную взаимодействием бытия небытия как асимметричный преобразователь потоков энергии вещества информации в традиционном пространстве времени то есть если Галилей Ньютон рассматривает точку и центр тяжести вы можете любой объект стакан ложку стул рассматривать как оптимальный преобразователь это совершенно другой взгляд на физическое явление и тогда видно что каждый преобразователь оптимален по своим параметрам и выживает если его параметр удовлетворяет золотой пропорцией то есть есть критерии как дольше жить и существовать по законам гармонии красоты ну вот если взять гераклит эффекции очень важно не скрытая гармония то есть если на пальцах вы видите открытую гармонию всегда нужно видеть скрытую непроявленную гармонию и тогда мы можем на биофахе говорить что живое отличается от то слово большей скоростью и числом способов взаимодействия с небытием то что большей скоростью написал Покровский в 1614 году энтропия чувства времени а я отмечаю не только скоростью но и числом способов взаимодействия с небытием и важно что причиной биологической эволюции служит новый способ трансформации солнечного излучения это Роберт Юлис Майер 1841 год дело в том что его жена положила психиатрическую потому что врач отец пятерых детей а он понимаешь сидит и что-то пишет вместо того чтобы зарабатывать деньги но когда он лежал в психиатрическом значит пришло открытие что он открыл закон сохранения энергии человек по цвету крови гемоглобину вывел закон сохранения энергии не пользуется понятием кинетической потенциальной энергии до сих пор никто не знает и когда показал что причиной эволюции является новый способ преобразования солнечной энергии четвертая его работа вообще почти никто и не читал хотя издана на русском языку в 1932 году 1932 год Чарльз Дарвин ответил что Майер прав в своей автобиографии но в Ленинге вырезано и подсказано что во всех изданиях автобиографии Дарвина это место исключено где Дарвин показал наследственность изменчивость избыточный отбор не являются причинами эволюции причиной эволюции является возникновение нового способа преобразования энергии вы сегодня видите новые способы коммуникации компьютеров интернет общение новые деньги это же главная движущая сила формирования нового человека Мийен в 1983 году использовал этот факт для развития номогенеза и синтетической теории эволюции почему-то рано умер а вот Щяпову впервые использовала этот факт и описала ускоренное развитие человеческой популяции в археологическую эпоху рядом Фибоначчи о которой мы с вами говорили и так получается что в нашем подходе развитие это построение нового фрактала золотой пропорции обеспечивающие последующий способ трансформации солнечной энергии вещества и информации на нашей планете то есть у всего живого есть предназначение творить новые способы преобразования солнечной энергии за счет своего личного развития ну и соответственно хотел сказать что можно под этим углом зрения посмотреть на литературу что законы трансформации солнечной энергии что мы дети солнца и земли известны еще со саморудных скрижалей 40 тысяч лет назад и до сих пор главная работа Гераклит Эффекский ряд Фибоначчи божественная пропорция Лука Почоли Слуастрат Слеонарда Винча фактически божественная пропорция это и есть фрактал золотой пропорции но фрактал в отличие от Монглурота где полное подобие фрактал золотой пропорции показывает каждый следующий сложнее предыдущего в виде русской матрешки каждая матрешка сложнее предыдущего развитие происходит по спирали спиноза гармонии мира Шарль Фурье и так есть математик Жан Фурье который описал о гармониках сеносоиды а вот до фамилии Шарль Фурье показал нет миром правит гармония соотношения фалангов пальцев поэтому когда все говорили что Достоевский фурьерист непонятно было о каком Фурье речь я имею ввиду Шарль Фурье Бугаев эволюционная монология который показал не путь пользуется математическим анализом для описания законов эволюции и развития священная книга Тота Шмаков проанализировал все религиозные теории о законах гармонии и эволюции погиб в Аргентине в 1927 году и сейчас восстановлен клуб золотого сечения сайт профессора Стахова в Канаде где собрано очень много работ по золотой пропорции но среди с тем что ему никто не платит сайт замер хотя в Израиле в Китае в Канаде открылись сейчас целые новые редакции по методу Фибоначи что касается физики с этой стороны я считаю очень важно Герц новая механика трех сортов частиц изменила вариационные принципы механики представления пространства Герц умер в 1994 году и не отредактировал свою книжку она переведена на русский язык Полоком очень трудно понять Ярковский тут неточный объект и сегодня американцы открыли Жанова Ярковского что все управление метеоритами идет по теории Ярковского а не по теории Фридмана Эйнштейна или квантовой физики любой неточный объект реактивен и обладает внутренней движущей силой поскольку Ярковский сдал физику вне коммунистической редакции все работы сожжены осталось одной книжке в политехническом музее но американцы ее раскопали и признали его открытием сегодня управляет метеоритами на теории Ярковской а не Эйнштейна Фридмана и так далее Семенов получил Нобелевскую премию показал цепных реакций нет точных объектов химии химию строить на точных объектах арене нельзя Кобозев векторно-бровнская модель обязательно любая открытая система создает структуры в определенные пропорции открытие Тихого Самарского механики Ньютона принципиально недостаточно негамильтонного механика надо вводить новый динамический член Молчанов показал наблюдаемую дискретность мира не сводится к механике Ньютона и Гаметона Кузовев и Рухадзе показали что в квантовой физике всегда на границе трех средств между двумя границами всегда возникает волна или новая степень свободы которой нет в окружающей природе то есть свойство творить новое это свойство любой квантовой системы открытой квантовой системы то есть физика созрела к тому чтобы описывать самодвижение и развитие то есть сама система генерирует новые и новые степени свободы и так я заканчиваю симметрия взаимодействия бытия и небытия в трех пространствах событий указала что структурная энергия тел непостоянна что когда вы говорите закон сохранения энергии это сумма кинетическо-потенциальной вы предполагаете что структурная энергия зафиксирована действительно яблоко яблоко что будет куча мусора когда можно складывать если структура яблок не меняется то есть во всех законах сохранения потеряна структурная энергия и третье в этом случае нет инерциальной если вы учитываете что структурная энергия меняется в этом случае нет инерциальной системы отсчета и нельзя пользоваться преобразованием Галилея и Лоренса я достаточно наговорил боюсь даже неприлично много но тем не менее в моем заключении мои координаты если кто-то ответится спасибо вам спасибо готов к вашим вопросам я уложился во время и время и их понимание в принципе я вам сейчас задавал но я так уже ну говорят человек по давайте мы сейчас вопросы позадаем вопрос есть так давайте поднимите руки кто раз два три четыре пять шесть семь ну и из интернета ну хорошо давайте оттуда сверху начнем подождите сверху можете сюда спуститься антон вы видите измерить энтропию еще раз измерить энтропию да итак мы всегда работаем не с энтропией а с ее приращением физики термодинамики вы же специалист в этой области а мы говорим что Щапова нашла новый способ описания развития по численности популяции во внутренней системе отсчета и для каждой системы это будет свое то есть если мы говорим рост и развитие экономики то мы должны специальную параметрическую систему предлагать чтобы отличить рост валов внутреннего продукта от развития экономики это не тривиальная задача но над ним можно работать вопрос в том что вот да представьте чтобы я все как запомнил Ольга Алексеевна Белозерская вот вопрос в том что вот есть системы дифференциальных уравнений которые приводят к ой слово это фрактальным решениям и есть системы которые не приводят к фрактальным решениям вы можете вот четко определить признак системы дифференциальных уравнений которые приводят к фрактальным решениям как это связано с основными уравнениями теория поля Ну, боюсь, что моей квалификации не хватит. Я только помню, что мера Лебега в частном случае гладких функций, в дифференциальной интегральной частной случае. А если вы и в частном случае получаете фракталы, я просто с этими работами не знаком. Я вслед за Бугаем просто показываю, нельзя пользоваться гладкими функциями для биологических систем принципов. Они справедливы, если структурная энергия не меняется, самодвижение развития не происходит. Если у вас есть структурная энергия, у вас просто нет дифференциала. Нет приращения, поскольку неоднозначная зависимость от трех параметров сразу покажет, что нет производной. Производная не определена. То есть тут дихотомия информационных процессов, которые все-таки дискретные и непрерывных процессов? Ну вот и нет. Я сказал, насколько я понимаю. Энтропийных и материальных. Нет, понимаете, что дело в том, что часто математики не очень аккуратно выстраивают схему, но говорят, мы знаем фундаментальные взаимодействия. Откуда? На материальные точки, да фундаментальные. Просто поражаются тем словам, которые они сказали. Очень часто, как больше, следите за аксиом, в рамках какой модели получены результаты о фракталах на дифференциальной интегральной части. Какие вещи добавлены или убыты. Как правило, умышленно или не умышленно, аксиоматика скрывается, чтобы навязать читателю ту или иную точку зрения. Ее надо анализировать. В каждом случае это может быть разное. Кто-нибудь исследовал фрактальные решения, когда они возникают и когда нет? Я знаю, что работа по этому поводу очень много по фракталам комплексных систем. Ефремов сейчас гиперкомплексные фракталы. То есть работы многие, я просто не могу их проанализировать, я специально этим не занимался. А вот какие-нибудь примеры можете привести, как возникают фракталы? По фракталам? Нет, я дифференциально фракталами не занимался. Ну, фракталы – это частный случай вот ряда фибана. Ну, в смысле, фибана очень частный случай фрактала, да. Нет, ну, у меня фрактал совершенно другой природы, что у вас каждый раз, какой бы рекуррентные числа вы ни взяли, получаете золотую пропорцию. Действуя золотой пропорции, порождают ряд фибаначи и люка. Ряд фибаначи и люка порождают у вас заново натуральный ряд и геометрию и эвклиду. А они заново порождают фрактальные числа. То есть я получаю треугольник Паскаля из золотой пропорции, а не постулирую натуральный ряд и треугольник Паскаля. Я показываю холизм, что все можно идти от целого к части. Это другая логика и другое понимание фрактала. И не все, конечно, я сделал, чтобы проанализировать и ответить сегодня строго на ваши вопросы. Ну, фракталов нет частей. Нет, у нас уже заново там. Да. У нас сейчас период. Нет, я не на все вопросы готов ответить, не все знаю. Так, у нас здесь еще вот были вопросы. Вы использовали нематематические термины, такие как бытие, небытие и хаос. И, условно говоря, как выстраивать эксиомы, вы правильно сказали, или как выстраивать начальные условия, так, собственно говоря, можно выстроить математический аппарат. Так вот, я просто хочу уточнить, вот, что вы понимаете под бытием, небытием? Небытие – это не существование каких-то, допустим, объектов? Или же это, допустим, какой-то скрытый порядок? Ну, допустим, недоступный для наблюдателя? Или еще что-то? Или, например, мертвая материя? Вот что вы под этим... Ну, давайте все-таки на формулу взглянем. Под небытием, мерой порядка, понимается пространство событий, вероятности которых равны нулю. Если вы видите, что у вас есть вся система в одном состоянии, мера хаоса равна нулю, мера порядка, небытие максимальное. А мера хаоса, вот хаоса. Мера хаоса, вот давайте, мера хаоса здесь взята из-за работы Ботсмана, да, теоремы аж Ботсмана. Если вы понимаете вот разные задачи, квантовые физики, идеальный кристалл, тогда все живое хаос. Если вы берете газ за хаос, тогда живой порядок. Очень важны первые определения. И действительно, они не вяжутся с тем, что сегодня есть в интернете. Хорошо, вот допустим так, под хаосом можно понимать вот такие вещи, например, как вот бардак в комнате, да, ну или там вот вещи, выброшенные на помойку. Вот, с другой стороны, под хаосом, ну, в том числе и древние, понимали такие сложные структуры, как языки пламени, например, или, допустим, облака. То есть, которые, возможно, выстроены по фрактальным алгоритмам с очень сложным порядком, но просто как бы порядком неизвестным. Ну, вот давайте, нет, давайте, я здесь пропустил, думаю, посмотрите, если у вас есть идеальная жидкость, да, описываются координаты импульса, и где все типы степени свободы заданы достоверно. Значит, у вас полный хаос по координатам импульсов и полный порядок по типам степени свободы. Произошел акт полимеризации. Что оказалось в макромолекуле? Она упорядочена в конфигурационном импульсном пространстве, зато хаотизирована по структуре. Возникли новые из непытия степени свободы, и она опять-таки пришла к каноническому распределению статистического равновесия. То есть только вводя третий класс переменных, и для трех классовых переменных возникает эта модель. То есть в вашем понимании хаос – это все-таки некая математическая категория, с теми ограничениями, которые вы перечислили, то есть и ни первое, ни второе к этому не относятся? Да, ну в общем, нет, если в принципе говорить, что Эпихарм за сто лет до Платона показал, хаос и порядок парные категории нигде не нарушаются, да? А можно, раз в отшумир возник из хаоса, или по терминаменту все стремится к хаосу, у вас три варианта даже гуманитарных определений этого понятия. А если брать строго мое математическое, оно не вяжется с сегодняшним понятием о хаосе, когда пишет о предсказании погоды, динамическом хаосе. Там совершенно другое понимание хаоса. Хорошо, а чтобы не заменять, допустим, вот такие размытые термины на какие-то другие, ну, например, вместо хаоса, ну, скажем, может быть, не математический термин, но такой вот, допустим, филосозный. Я бы... Пожалуйста, берите мою работу и переписывайте, как вы считаете, можно. Я уже исторически, с 71-го года использовал этот термин, понял, что отказываться мне будет неправильно, не поймут все предыдущие 200 с лишним работ. Поэтому я придерживаюсь уже этого, как сказал первый раз, удачно-неудачно, так и сохраняем. Понятно. Спасибо. Ну, вообще, я сейчас передам дальше, у нас вопросы были, но я пока вот по этому вопросу. А у меня абсолютно те же вопросы, он правильно поднимает. Если вы философские термины, бытие-небытие, пытаетесь вставить в научную теорию, то у вас науки не получится. В научной теории вы должны чутко оперировать с чисто научными категориями. Поэтому вот эта формула... Пожалуйста, не бытие, назовите эфир. Да, право. Вот давайте... Можно так. Это синоним. Нет, в науке надо вводить понятие энергии, на самом деле. Или энтропии, или там еще чего-то. Вот это великолепная формула. Вот я с ней совершенно согласен. Ну, вот вы ее как хаос, как бытие и небытие распатриваете. Это как один из вариантов. Хорошо. Или бытие и эфир, пожалуйста. Что тогда? У вас хаос бытие, или хаос – это небытие? Хаос – это бытие. Это соответственно статистической энтропии большим на гипсах. То есть то равновесное состояние, в котором находится... А порядок – это небытие. Это небытие. Те события, которые не реализуются в этой системе. Например, в идеальном газе все степени только поступательные. Значит, с точки зрения типа степени свободы система строго упорядочена. У ней небытие запрещены другие виды степеней свободы. Это небытие. В идеальном газе у вас запрещены другие виды. Ну, тогда, может быть, не надо философские термины тут брать. А зачем? А если в физике измеряемая величина, не измеряемая. Мы на этом науку строим, понтовую механику. Мы этот путь уже проходили в физике. Зачем ее загружать с какими-то понятиями? Дали аудиторию нашей. Развитая аудитория. Сейчас мы перейдем. Я хочу накопаться вот здесь. Нет, если вы мне поможете в этом, я скажу спасибо. Я пока делал то, что я могу и то, что получается. Я не говорю, что я во всем прав. Да, на этот вопрос. Александр, можно ли сделать такое предположение, что неорганизованное взаимодействие, кстати говоря, взаимодействие существует всегда. Весь мир это есть взаимодействие процессов. А вот неорганизованное взаимодействие есть хаос. А живое, либо целевое взаимодействие есть жизнь. Ну, можно упрощение. Но я бы хотел сказать, чем больше у вас извилинный хаос, тем вы умнее. Поэтому все зависит от того, как вы приписываете эти понятия. А в торговом случае нет программы. В торговом случае есть программы. Все взаимосвязано. Программа существует. То есть примитивная программа и сложная программа. И так, живое отличается сложностью программ взаимодействия с небытием. Ну, белый шум – это неорганизованная программа. Ну, опять-таки, переведите белый шум на эту модель. Опять-таки, нужно аккуратно с актиоматикой. То есть я понимаю, что, может быть, отрывочно не очень удивительно. Но можно взять примеры. Значит, у вас физика плазмы, да? У вас почему? Кроме координат импульса всегда есть еще информация. То есть вы всегда при взаимодействии с солнечной энергией, вам недостаточно вещества, энергии, еще и информации. То есть вы все время работаете с волновыми процессами, которые дополнительно вкладывают в результат... Нет, давайте так. Если мы будем брать физику плазмы, информацию, теорию, то ничего не получится. Всегда надо плясать от системы двух тел. Вот элементарная система – это два тела. И вот когда они в хаосе, когда они в порядке. Вот пока вы в этом не разберетесь, что для них бытие, что не бытие, вы не продвинетесь. Согласен. Зачем плазму трогать? Ну давайте аккуратно. Два тела. Вот вся Вселенная – два тела. Они взаимодействуют. Вот вы сейчас очень серьезный вопрос задали. Итак, когда мы рассказываем электродинамику или механику Нёктону, у нас взаимодействие двух тел. Когда мы рассматриваем статистику больше ноги, у нас одна частица в мантовой физике по всем возможным состояниям. Я же подчеркиваю трех сущностей. Обязательно три типа частиц. Обязательно три границы. Я принципиально ухожу от бинарных одиночных моделей. Введение третьей границы. Третьей переменной. Вот это очень принципиальный момент вашего вопроса. Нет, а переменных вы можете дать сколько хотите. Нет, и объект у вас три. У вас природа трех сущностей, а анигентами. То есть Вселенная из двух объектов не существует? Нет, не существует. У нас есть купировская пара. Нет, мало ли что построен. Вот Ньютон, я говорил, есть частные случаи. Пренебрегая врожденные силы инерции, можно рассматривать центробежные, центростремительные силы. Он же оговорил, Ньютон окончил тринити-колеши на троице. И оговорил, когда троице можно пренебречь. Земля, Луна, можно распорядить как систему двух тел? Нет, недостаточно. У них барионный центр, вокруг которого они вращаются и колеблются. У них три типа резонанса. Продольные, поперечные и вихревая составляющая. Сегодня в интернете открыта электродинамика. Три типа колебаний, а не два. Не частицы волна, а еще и вихревая составляющая. Если вы видите Землю и Луну, и не видите вихревую составляющую третью, у вас будет всегда неполная противоречивая модель. Вот это принципиальный ваш вопрос. Уход от двух типов колебаний, от двух частиц. Это что, по телу понимать? Если вы к телу приписываете какие-то... Я приписываю, эксперимент все в троице. Три типа колебаний. Почему точка плохо? Она не описывает вихревые и деформационные колебания. Любой объект, имеющий тело, имеет активность. За счет он состоит из трех типов тел и резонансов между ними. Троица, вот это принципиально важный момент, который вы ответили. Еще у нас тут вопросы были. Вот, Александр, мне хотел. Ходунов Александр Несиран. Скажите, пожалуйста, об определениях. Что такое открытая система? Что такое фрактал? И есть ли у вас реальные законосохранения, кроме абстрактного и рационального числа фиброначи, числа золотого сечения, корень из 5 минус единица пополам, которые, в общем-то, и рациональные числа реализовать в природе очень сложно? Сейчас я здесь и найду. Не помню, в каком месте, да? Во всяком случае, в принципе, иначе я на три вопроса по фракталам уже говорил, что не все могу, не смогу хорошо по фракталам ответить. А что касается принципиально, закон сохранения хаоса и порядка – это новое выражение закону сохранения. И у вас, кроме кинетической потенциальной, входит структурная энергия и задается равенство, мер, хаоса и порядка в трех пространствах событий. Я начинаю с закона сохранения в трех классах переменных для трех сущностных объектов. Третий вопрос. Что такое открытая система? Вот давайте, поскольку Анзагер и Пригожин сказали новой задачей теоретической физики понять, что такое открытая система. У меня один из ее вариантов, правильно он или нет, еще покажет опыт, я не могу давать определение на незаконченную теорию. Давать теорию не из математики. Открытая система обменивается энергией, веществом и информацией. Это я себя возьму Лескова по оси энергетики. Как минимум три. Камень, лежащий на дороге, открытая система? Все открыто. Любая система взаимодействует с небытием, с эфиром. Нет объектов, которые бы не работали и не взаимодействовали с эфиром. Нет закрытых объектов. Мы же желаем мировое количество атомов, из которого она состояла, у каждого сорта сохраняется или нет? Ну, надо в каждом случае испытывать. Я помню, Терлецкий начал взвешивать рыбку, то сдохнет. Одни стали тяжелее, другие легче. И все думают, душа-то как помирила, и не совпадает. Оказывается, есть закон Архимеда. В зависимости от того, что смерть связана с набуханием или с высыханием тела, по теории Архимеда меняется масса. Ни как нельзя сказать. Поэтому одни покойники, как вы наблюдали, при смерти становятся тяжелее, другие легче. Однозначного ответа экспериментального нет. Поскольку надо знать теорему Архимеда. Фрактал у вас конечный или бесконечный? Бесконечная дилемма. В данном случае бесконечный. Но оказывается, достаточно трех последующих шагов. Мы не можем знать первого начала, первого фрактала, и не можем знать, что будет после нас. Поэтому мы только в определенном шаге, на три шага, можем видеть. Надо стремиться к гармонии, к новому способу преобразования существующей энергии. Мы не можем ни начало-начало видеть, ни конец-концов. В принципе. Обычно фракталы определяют как границы области устойчивости, логистического, рекуррентного отображения, там, квадратичного, кубичного и так далее. Причем вот вы задаете для логистического отображения или ему подобного рекуррентного, дискретного начального значения и смотрите, куда дальше подскачет ваш... Я говорю, это самоподобные фракталы. У меня не самоподобные фракталы, а с усложнением. Поэтому ваша модель здесь работает. Над этим надо работать. Я не готов здесь дать хороший ответ. Я не сделал эту часть. Я только говорю, что она иная. Здесь каждый фрактал сложнее предыдущего. У вас были целые числа, стали комплексные, дальше гиперкомплексные. Вы каждый раз можете усложнять взаимодействие в объектах. Так у вас Вселенная и умирающая мышь, они самоусложняются? Нет, умирающая мышь не усложняется, тому прощаюсь. Но Вселенная может усложняться или упрощаться. Это выбор ее внутренний. Внутри себя у вас есть выбор. Вы развиваетесь или деградируете. И во Вселенной внутренний выбор. Память о ее состоянии определяет, будет она деградирует или усложняться. Выбор внутри системы. Вопросы с этой стороны есть у нас? Сейчас я вам дам. Представьтесь. Виктор Тихонович, а Никушин ходил. Это, ну в общем, я до этого вас слушал и так два раза, конечно. Тогда я, можно сказать, не очень, как говорится, охватил. Сейчас вот более так внимательно. Ну, в целом, я говорю, работа, в общем-то, я считаю, неплохая. Нет, давайте оценку добавим. Оценку добавим. Вопрос. Да. А, ну есть вопрос, есть вопрос, да. Ну, в общем-то, у вас все-таки здесь вопрос такой. Слишком, как говорится, общего, так говорится, много. Конкретизированные математические выражения хотелось бы, понимаете. Ну, конкретно, геометрическая, арифметическая прогрессия. Вся работа посвящена, что они отличаются за процессы развития. Все. Для понятия времени. Куда более конкретно, простенький вопрос. Результат, главный результат. Вы работаете, в общем-то, в локальных системах, да? Я не сказал, каких систем. Я просто сказал, есть эксперимент, где время арифметической прогрессии у Ньютона и есть геометрическое ущапывание. Все. Конкретный, четкий ответ. Все остальное уже можно развивать и работать дальше. Так, вот я, когда буду переходить, я интернету сейчас дам слово, тут нам пришло два вопроса. Первый от Ирины Изрчиненовой. Уважаемый Сергей Анатольевич, как бы вы ответили на вопрос, почему именно золотая пропорция часто, но не всегда, полагается основой гармонии, когда гармония определяется через объединение в целостность? И второй вопрос. Можно ли предложить теоретическое обоснование всему этому процессу? Например, через энергооптимальность и так далее. Да, значит, и так, напоминаю, в механике есть вариационные принципы в механике экстрем, а преобразование энергии идет по оптимуму, по золотой пропорции. Поэтому оно универсальное. Оптимум преобразования одной структуры в другую описывается золотой пропорцией. Это другой принцип для рекуррентных отношений. Поэтому мы его так всюду и наблюдаем. В биологии, в космосе и мироздании. Поэтому это другое дело не является признанным еще, но это как раз посвящены моей работе – обосновать оптимум структурных преобразований. И следующий вопрос. Получается, что гармония является не целью, а средством нового способа преобразования энергии вещества. Мы стремимся к гармонии, чтобы создать новые типы преобразования. Гармония – не самоцель, а средство для нового способа преобразования энергии вещества. Второй вопрос. А? Живое развивается через гармонию. Костное может добиться новых результатов, сжигая все, уничтожая все. А живое идет через программу. Вы, начиная с сероводорода, выстроены по законам гармонии. И каждый шаг развития помнит всю вашу предысторию по законам гармонии. Нет, так у вас всегда гармонии недостаточно. Итак, у вас часть мира уже в гармонии. А где вы должны гармонизировать отношения с предродом, с мужем, с ребенком, с окружающей средой? Там вы должны формировать гармонию. И все, гармонии всегда недостаточно. Но достигнув очередной гармонии, у вас возникнет новая проблема и новые задачи. И этот процесс влечен. Но живое идет через гармонию и гармонизацию отношений. А где ли не гармонии? Ну, опять-таки. Как там являются гармонии? Лука Почоле и Леонардо да Винчи. Божественная пропорция. Фракталы золотые. Они слово фрактал тогда не знают. Но там золотые статусы не глядят. А? Друзья, у нас вот такие реплики, они не записываются на сайт. Возьмите микрофон. Да. Нет, ну и когда... Ведущий, да? Да, пожалуйста. Тогда да, пожалуйста. Но вы пока не ответили. Нет, я не ответил на второе вопрос. Он еще не ответил на те вопросы, которые ты задал. Ваше мнение. Время – феномен или ноумен? Есть ли феномен, сколько физические свойства времени? Итак, мы пытались показать, что в Риме, как пункте в Ньютоне, арифметическая прогрессия в процессе эволюции, геометрическая прогрессия для частного случая археологической эпохи. В общем случае, это более сложная нелинейная закономерность. Где доказательства? Ну, вот все, что я сделал по первой части. Можно взять ваше тело, диагностику состояния сердечной деятельности и показать, что все ваши при инфарктном состоянии есть в нарушении гармонии. По ритмам вся онкология идет, по диагностике отклонения ваших ритмов от золотой пропорции. Потому что современные медицины на компьютерах это давно делают. Я не знаю, насколько... А? Я сказал о зарубежной на компьютерной диагностике. Лечите – это второе вопрос. В комментариях сейчас обсудим. Давайте так, вот пока мы переходим. Ну, конечно, да, я сейчас вам дам, и вы задаете вопрос, но пока я вот... А, вы туда выйдете. А это тема незаконнорожная. Можно ли считать гармонию как один из механизмов оптимального развития, но в соответствии с принципом Риттлокама? Можно. В первом приближении можно вообще... И я на первом этапе рассматривал гармонию как равновесие Труицы. Потом только понял, что гармония всего лишь необходимое средство для достижения более высокой цели. Но как модель где-то этого, может быть, вполне достаточно. Поэтому очень важно, вот когда Игорь Ильич говорил, в какой математической модели, в какой эксоматике мы работаем. Возьмите другую модель, другую эксоматику, у вас будет другая задача, другие условия. А так, ну вот я тоже хочу задать вопрос, пока же, а, так же, как и с интернетом Бауженко, Игорь Ильич, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, раньше у вас был тезис, что в любом уравнении, ну, известном устаившемся, мы должны увидеть вот элементы золотой пропорции и так далее. Вы сейчас сняли этот тезис или нет? Сейчас, да, почему в любом... Итак, как бы, как теория, в любое известное фундаментальное уравнение можно решить совместно с хаосом и порядком и получить, что оптимум преобразований идет по законам гармонии. Я здесь хотел вспомнить работы Фазилия Ахмедовича Гореева, которая показала все уравнения Фридмана, Эйнштейна, Дерака, которые вы говорили, есть частные случаи, когда система уже в гармонии. Ну, правильно, когда уже... Когда уже гармония сформирована. А если вам ее надо сформировать, вы должны идти к другой физике. Правильно? Так вот почему вы тогда не приходите с конкретными примерами вот таких уравнений, когда не просто вот историческое какое-то описание и свои понятия, а вот уже понятное нам описание какой-то задачи, где мы механически вот бросили камень под углом 45 градусов, как он полетит и так далее. Если есть внутренние преобразования по одной траектории, нет внутренних преобразования по другой траектории, вот что хотелось бы увидеть, чем вы могли бы усовершенствовать или поправить уже известные нам теории. Я с вами согласен, но давайте говорить, то, что я могу, я делаю честно. Значит, я не умею сейчас делать то, что вы говорите. Пока вы только говорите, до тех пор, пока вы конкретные экспериментки предложите, где можно померить, наука не наступит в вашей лекции. Призываю к сотрудничеству, кто готов помочь, давайте вместе делаем. Я не призываю, что можно померить, вот после, вот вы сейчас нам рассказали. Я вам сказал, тройная золотая спираль развития. Сегодня всю статистику по миру дает по росту ЛРП. Вот экспериментаторы, я поэтому должен быть. Ну вот я говорю, есть рост и развитие, это разные законы. Если вы хотите видеть развитие отрасли, энергетики или стран, вы должны, оказывается, снимать совершенно другую экспериментальную базу, а не ту, которую сегодня делает высшая экономическая школа или мировое сообщество. У вас совершенно другое будет описание картины реальности, роста и развития. То есть, как только вы начнете отмечать на формальном математическом языке рост от развития, вы увидите совершенно другую реальность в странах и в реальности. Ну вот простейший пример, почему Путин добился развития в России. А именно, благодаря него все поняли, что власть не бывает ни умной, ни честной, ни порядочной. Это колоссальное творческое развитие российской нации. Я воспитывался нашим, что партия ум, все и честно, а сегодня все понимают, что это далеко не так. И это есть колоссальный всклад в развитии. Нам поближе в лаборатории что-то. Сейчас вот здесь хотел вопрос есть. Что, неправильно? Финогеев Владимир Васильевич. Финогеев Владимир Васильевич. Вы сказали, время – это интервал между повторяющимися событиями. Не ускоряющимися, а интервал между актами творения, но возникновения чего-то нового по работе счетовой. Нет, у вас написано «повторяющиеся события» или вы отказываетесь от этого? Просто интервал между повторяющимися событиями. А какие события могут быть механистически обратимы и события, актов возникновения нового степени свободы в биологии? А кто решает, что событие повторилось? То, что повторяется, допустим, в работах экспериментов, в археологии показано. Повторяющиеся события, развитие на материальном производстве, на развитии человека. Это вся археология, история, науки показали, что акты возникновения нового повторяются с определенной закономерностью. Описываем рядом... Это делаете вы, да? Вы определяете, что событие повторилось. Или ученый, субъект, субъект, да, определяет? Вы обязательно... Кто определяет? Не обязательно. Они повторяются на новости? Нет, каждый раз акт творения уже на новой базе, на предшествии. Но он повторяется. Каждый раз, если вы научились обрабатывать стекло, дальше металл, камень, у вас каждый раз одно событие следует за успехом предыдущего. Каждый шаг рекурентен с учетом предыдущего. Акты повторения есть, а содержание все время новое. Вот в этом плане... Кто определяет, что событие повторилось? Вот я что хотел узнать. Вы на связи с северами? Повторилось, значит, у вас что было, мы помним в начале? Телефон, телевизор, интернет. И вы можете видеть усложнение техники, как новый каждый шаг технического развития. Вы можете это наблюдать в нашей жизни. Хорошо. И второй вопрос. Будущее и прошлое у вас входят во время? Или это эти значения? Вот я и сказал, они асимметричны, будущее и прошлое. Принципиально вы не можете шагать на прошлом в будущее. Здесь возникает принципиальная асимметрия распределения. Нет, просто в вашем определении времени нет будущего и прошлого. У вас есть... Я не сказал, что нет. Я сказал, оно не асимметричное. Больше я ничего не сказал. Это не аддитивные параметры. В механике вы можете плюс-минус двигаться во время вперед и назад. Неограниченно. Здесь нет. Здесь время, нелинейно говоря, грубым языком. И переносить то, что будет завтра в Россию, в принципе, нельзя, то, что с ней было вчера. Спасибо. Так, вопросы у аудитории еще есть, да? Добрый день. Меня зовут Вячеслав Климов. Я бы хотел спросить у вас вот такие понятия, как бытие, небытие, хаос и порядок. Как вы между собой взаимосвязываете? Вот я использую для этого математическое точество. И все построено на этом? Нет, ну а если, скажем так, более гуманитарно это объяснить, не математической формулой? Ну, у вас вот принципиально все встроится. Значит, у вас любое целое состоит из бытия и небытия. Мы говорим, человечество – это большая часть мертвых и малая часть живущих, да? Значит, у вас все время в любом объекте есть проявленная и непроявленная часть. И все, что уже не может возникнуть, небытие или то, что недопустимо. А с порядком и хаосом как это взаимосвязано? Вот это и связано, что небытие и бытие можно описывать с помощью такого определения хаоса и порядка. Введено новое математическое определение, которое позволяет это описать иным способом, чем это было принято традиционно. Вы могли бы вот эту формулу, скажем так, представить в неком физическом процессе, вот описание? Ну, вот у вас процесс полимеризации, рост структуры. Рост структуры полимеров показывает, что система упорядочивается по координатам и импульсам. То есть химическая связь приводит к тому, что у вас не случайное распределение в пространстве, ограниченное распределение по импульсу. Зато возникает новый тип колебаний – сегментальное коллективное движение сегментов цепи. У вас возникла новая динамическая переменная. Значит, у вас порядок по координатам и импульсам упал, а порядок по структуре упал, а порядок по координатам и импульсам вырос. Вот это совершенно новый процесс, которого не было в теоретической физике. То есть закон сохранения новое возникает за счет чего? За счет ограничения пространства координат и импульсов. А поскольку здесь три варианта, у вас возникает все время структурное многообразие. Спасибо. Я просто хотела озвучить тот вопрос, который только что задала. Что вот у вас ряд Фибоначчи – это, скажем, фрактальность без усложнения. Вот какой-то пример есть про актальности с осложнением или гармонии с осложнением в физике или математике, не привлекая культурные аналогии? Будем говорить, что нет. Я сейчас не готов. Я должен от вашего вопроса… А вот я думаю, что вообще нет. А? Я думаю, что вообще нет. Ну, я должен над этим подумать. Пока сегодня примера нет. Хотя можно посмотреть. Нет, это хороший вопрос. Я подумаю, пока не готов. Сейчас. Когда вы описывали процессы подобной развертки, у меня сразу, допустим, полимеризация, как вы описали. Вот у меня вопрос такой. Это идет по заданному проекту, то есть реализация, то, что условно говоря, по какому-то закону или по проекту или по программе, или же это процессы, пущенные на самотек? Ну, давайте. То есть по действиям различных… Смотрите, у вас есть макромолекула, рандомизированная случайно, и есть биологическая, где хиральные молекулы выстраиваются в определенном. Значит, если процессом кто-то управлял, может быть хиральность и целенаправленный белок. Если процессом не управлял, у вас просто рандомизированная цепочка. Но актополимеризации опять-таки ограничивается определенными соотношениями хаоса и порядка. К определенным оптимумам по золотой пропорции. То есть что-то ограничивается дотермией, а что-то является стахастическим. И в каждом случае это надо анализировать. Понятно. То есть порядок или даже вот. Да. Евгений Овшаров. Значит, такой вопрос. Бытие-небытие – это двоица. А где троица? Итак, у вас… Где это бытие-небытие? Троица хотят. Все-таки легче, все-таки с формой. Нет, не туда. Итак, у вас всегда полный набор вероятности. Всегда пространство событий, вероятность событий и их последовательность. Когда вы берете натуральный ряд числов, число и порядковый номер совпадают, и вы на натуральном ряде пренебрегаете последовательностью. А так любое число на практике – количество, порядковый номер и отношений. Всегда троица. Ну, оказывается, этой троицы у нас недостаточно. Да? Где-то там нет. Вот. Оказывается, недостаточно. Мы еще должны эту троицу разбить на область реализуемых и запрещенных состояний. На бытие, эфир или небытие. А дальше, мы говорим, не этого недостаточно. Мы еще должны ввести три пространства событий. Итак, у вас троица подтвердилась здесь тремя способами, а двоица – двумя. То есть сразу у вас вот так и вышла работа – синтез двоица и троица. Вот метафизики так и опубликованы. Как математика может строиться на синтезе двоица и троица, где число сразу по одним свойствам четное, а по другим – нечетное. Так, вопрос есть у нас еще? Есть, да? Да. Дулия Сергеевич, я вот… Меня интригует… Меня интригует троица, опять же. Вот там у вас есть схема. Солнце, Земля, я человек. Это можно считать троицей? Или нет? Мы дети Солнца и Земли, можно сказать троица, а потом сказать, нет, надо Луну добавить, а в Луну можно добавить колебания. То есть вот этих триад мы можем неограниченно увеличить, и в каждом случае это будет своя троица. Совершенно верно. То есть следующая моя фраза была следующая. То есть я человек Солнца, а с Солнцем я могу организовать троицу. То есть у меня с Солнцем возможно троичное взаимодействие. Тогда это что такое? Три вида энергии? Давайте иначе скажем. С любым объектом у вас как минимум тройственное взаимодействие. С любым абсолютно. С Солнцем, с Землей, с Юпитером, с чем хотите. У вас как минимум должны быть три взаимодействия. В этом взаимодействии я должна подразумевать энергию, информацию или что? Вот что под основом взаимодействия? Энергия, вещество, информация. Это в общем виде. Но в каждом случае... Или цель. Что? Или цель. Что такое вот? Какие понятия включает? Ну я говорю, например, Ицкович говорит, в экономике государство, бизнес, научный сел. В каждом случае это свое. Фиг с ней с экономикой. Я и Солнце. Ну вы и Солнце. Ну как сказал мне Маяковский, буду светить всегда, всегда, до конца. Я и Солнце. То есть я учусь у Солнца, да? Светить всегда и до конца и Солнца. То есть я не очень могу... Галина Николаевна. Галина Николаевна. Никто не услышит без махарки. Я не ответил на ваш вопрос, да? У Маяковского есть такое стихотворение замечательное. Ода революции. Антон Сергеевич, это не вам. Я как бы с этим ничего не имею. Ода революции, там звучит следующая фраза. Это для любителей разного рода цифры. Ну может кто-то любит нумерологию вообще. Тебя обывательская... Ода революции, Владимир Владимирович Маяковский. Тебя обывательская. Будь ты проклята трижды и мое по этому. О, четырежды славься, благословенная. Вы знаете, я вспомнил, что Щапа Юлионидовна всегда меня ругала за понятие цели. Цель бывает уже у инженера, у конструктора. А мы не знаем конечной цели. Цель созревается уже как некоторые промежуточные там. Мы предназначены творить по-новому. А способ мы выбираем внутри цель. А она раскрывается только потом. Цель не сразу является объектом наших осознанных действий. Она меня ругала за категорию целей все время. А что она, чем она пыталась заменять цель? А? А я еще не до конца понял. Чем она понятие цель заменяла? Нет. Она говорит, что это не является фундаментальным понятием для человека. Оно зависимо от более высокого предназначения. Поэтому я говорю, человек имеет предназначение творить гармонию за счет своего развития. Но это есть точно? Нет. Ну, и она мне сделала, что это не цель. Я до конца здесь не уловил. Вот хорошо категория людей уже понимает. Давайте мы тогда подробнее вопросы подведем чертой и перейдем сейчас к комментариям. Я вас тогда попрошу сесть. Да, спасибо. Потом у вас где-то пять минут будет уже ответить на комментарии. Сейчас хочу сказать. Вот тут я принес несколько испиано-троицких вариантов. Кому интересно, можете взять и почитать дома. Руки поднимите. Кто хотел бы как-то высказаться? Так, думал, раз. Кто еще? Высказаться. Прокомментировать доклад, какой-то фидбэк. Чтобы автору полезно было два. Я, наверное, тоже скажу три. Все, да? Ну ладно, тогда троица-троица. Кудунов Александр Васильевич, Институт системных исследований. Любая система, как объект системных исследований, имеет, грубо говоря, свое начало, свою эволюцию и свой конец. Чего вы не возьмете. Возьмете экономику, она имеет конец и начало. Экономика Византии, например. Возникла Византия со своей экономикой там на транспортных путях, отчасти даже разбойничьей, грабительской. И она, Византия канула в лето, и многие другие империи канули в лето. Возьмете вы полимеры, созданные человеком, или природой, они рано или поздно разлагаются, деградируют. Причем деградация начинается в тот момент, когда система еще до конца не родилась. Возьмете вы камень, лежащий на дороге. Он не сам по себе появился, а когда-то была космогония, была солнечная система, состоящая из газополевого облака. Потом все конденсировалось, остывало. Образовывались планеты, образовывались недра Земли. И в конце концов, в сложных процессах образовался этот камень, который лежит на дороге и не хочет никак эволюционировать по золотому сечению. Где золотое сечение, например, в спектре атомов и атомов водорода? Там термы, константы, единицы на n квадрат, константы, деленные на n квадрат. И разность термов, вот энергия, высвечиваемая в виде спектральной линии, там у атомов водорода и практически по привлеженному по тому же закону у всех астральных атомов. Нет там никакого золотого сечения. Был пример из математической статистики, смертность населения, например. Закон Гаусса для больших выборов наблюдается. n делить на корень квадратный из 2π на экспоненту в степени минус x минус x0 в квадрате делить на 2сигма x. Вот один из статистиков воскликнул. Все я могу понять, но никак не могу понять. Почему число π отношение длины окружности к диаметру может фигурировать в среде смертности населения? Там тоже нет никаких золотых сечений в этом законе, который выполняется хорошо. Я физик, знаю отчетливо, что есть закон о сохранении. Закон о сохранении не только энергии, есть закон о сохранении импульса, есть закон о сохранении момента количества движений, есть закон о сохранении квантовых чисел определенных, лептонных, бриллионных и так далее. Ни один протон, в общем-то, по наблюдениям, до сих пор не распался в нашей Вселенной, хотя, возможно, когда-то он и возник. Вот закон о сохранении бриллиона вещества есть. И самое главное, что не хватает, на мой взгляд, автору, стабильности. И вот любая система, чтобы ее описать, надо ее замкнуть тем или иным способом. Если мы будем при рассмотрении жизни мыши от зачатия до ее смерти рассматривать все на свете взаимодействия, влияние ветра, температуры, затем потока солнечной радиации, потом влияние Марса, Юпитера, далеких звезд и галактик, мы никогда не сможем ни биологически, ни физически описать процесс жизни мыши. И поэтому, чтобы получить достоверно научные результаты, систему надо всегда замкнуть. Открытая система, на мой взгляд, это абстракция, когда заданная у любой открытой системы есть границы, граничные условия, которые, в конце концов, логически делают ее замкнутой. Поэтому вот сводить на все к проктавам, и тем более к золотому сечению, на мой взгляд, философские очень... Как это выразиться точно? С философской точки зрения очень бедновато. Вселенная и физика, и конкретно естественные науки, и гуманитарные науки, они гораздо богаче, и всегда рассматривают эволюцию системы от зарождения до ее конца. Поэтому мир хоть может и стремиться к гармонии, но смерть мыши — это не гармония, грубо говоря, распад той структуры, которая возникла и, в конце концов, умерла. Хорошо, спасибо. Финагеев Владимир Васильевич, лаборатория детерминативных исследований. Мне доклад понравился в той части, где я вижу необыкновенную усложненную мысль, потому что если к миру относиться просто, то он упрощается. И там, конечно, и физика, и математика стремятся к простым решениям, чтобы можно было как-то воспользоваться в практической жизни. Но если мы начнем усложняться, то мир отвечает нам большей сложностью, потому что мир удивительно сложен. И для того, чтобы делать предсказания для сложных систем, конечно, нужно мыслить сложно и охватывать больше элементов. И как раз я вот это наблюдаю в вашей работе. Мне это понравилось. И там мелькнули какие-то истины, которые я сейчас не могу выразить, но они доставили мне какое-то внутреннее скрытое наслаждение, которое я сейчас не могу точно прикрепить к тому, что вы говорили. Но истина, когда она блеснет, она вызывает удовольствие у человека, даже если иногда не понимает, с чем это связано. Мне бы хотелось, чтобы я понимал исходные понятия. С точки зрения методологии, нужно было бы, на мой взгляд, определить какие-то вещи более точно изначально. Вот есть, например, список каких-то понятий, которые вы собираетесь использовать, для того, чтобы аудитория могла быть подготовлена, чтобы мы понимали, не задавали вопросов, что такое бытие или небытие. И действительно, может быть, их описывать не философски, а математически или физически выводить. Потому что это некая эклектика, которая, конечно, любители чистых истин немножко беспокоит. Поскольку семинар у вас связан со временем, то, конечно, хотелось бы получить более точное определение времени. И когда вы говорите о том, что можно обратить уравнение во времени или какой-то процесс во времени, то для этого нужно все-таки дать определение, чтобы мы поняли, что время может быть обратимым. И в какую часть оно обратимым. Потому что движение точно обратимо, а вот со временем это вещь гораздо более сложная. Поэтому тут надо еще думать. Но мне кажется, что доклад открывает какие-то новые горизонты и нужны просто, наверное, больше усилия для того, чтобы сделать это понятным для аудитории. А для этого нужно, наверное, многократно внедрять ваши мысли. Изучать ваш доклад нужно не за один раз, потому что многое непонятно с первого раза. Ну а вот, мне кажется, я чувствую, там есть какие-то удивительные открытия, которые, в общем, можно потом как-то и на человеческом языке донести до тех, кто не является специалистом физики и математики. Спасибо большое. Спасибо большое. Никто не хочет больше выступить? Ну давайте тогда я сейчас скажу несколько слов и в защиту, и за, и против этого доклада. Потому что я очень слышу, в принципе, не первый раз, я внимательно смотрю за продвижением идей. Но хочу сказать, что до сих пор то, что нам рассказывается, это где-то на уровне как бы искусства. Вот я хочу сказать, чем искусство отличается от науки. Тем, что когда вы смотрите на произведение искусства, из него нельзя какой-то элемент вынуть, все развалится сразу. В науке мы, к счастью, можем самый сложный процесс или какую-то теорию разбить на элементики и спокойно, не приводя ход к развалу всей концепции, обсуждать поэтапно на всех ее стадиях. Вот в этом-то как раз научная парадигма, что мы можем анализировать отдельные элементы блоки. В искусстве нет, вы все произведение должны анализировать. Здесь, да, он сильное впечатление производит доклад, потому что каждый интуитивно чувствует идеи, это абсолютно правильно заложенные, что недостаточно просто количественных характеристик, типа вот рост переменных, должны быть какие-то структурные изменения в телах. В физике мы телами называем, кто-то по-другому. И вот тогда это будет другая механика. То есть механика Ньютона, у нас она одна, основная, она количественная. Подразумевается, количественный рост каких-то переменных. Там скорость, там ускорение как-то меняется и так далее. Никакой структуры у Ньютона нет, у него есть материальная точка, и в принципе ругать не будем. Великолепная механика, она мысли в космос вышла, слава богу. Но теперь вот другая мысль, что кроме механики Ньютона, есть система, в которой самоорганизация происходит. Пригожин и так далее. Что же Нобелевские премии были? И вот никакой самоорганизации по Ньютону и быть не может. Там детерминизм, там вот заложило, все пошло. И идет, конечно, от порядка к хаосу. Вот здесь идея в том, что нельзя выкидывать вот этот элемент самоорганизации, усложнение среды, там какие-то превращения. Что на примере вот самого простого, если мы так по элементам механики предполагаем, что если у нас что-то движется, вот паровоз, например, и какие-то структурные преобразования с вагонами происходят, у нас движение изменится, уже не Ньютоновские законы, там какие-то силы самодействия, еще что-то и так далее, и так далее. Это все надо учитывать, но это более сложная теория. Никому пока не удалось. Какой подход? Здесь подход, комбинация хаоса и порядка. Мне кажется, достижение автора в том, мне кажется, он первый, я до этого не видел, увидел, что вот хаос, интеграл хаоса, интеграл порядка, это дают константу. У вас идет, ведь, всегда баланс в любой системе, замкнутые, подчеркиваю, между хаосом и порядком. Восстановился порядок, минимум хаоса. Опять все перемешалось, минимум порядка, максимум хаоса. И вот так она осциллирует. Поэтому, казалось бы, надо взять, как мне кажется, возвращаясь к научному описанию, то есть на элементике разложить все, берем, скажем, одну галактику слева, другая галактика справа. Они не взаимодействуют, поскольку на очень большом расстоянии. И что мы на них смотрим? Для нас одна галактика, материальная точка Ньютона, вторая галактика, материальная Ньютона. Все статично. Они же не летят пока друг в другу настроения. Времени нет в такой системе, она статична. Там есть у одной галактики МС квадрат, померить не можем, вот удаленный наблюдатель. Слева там М2С квадрат, тоже какая-то энергия внутренняя есть, померить не можем. Но вот наблюдатель, который слева-справа бит галактику, он говорит, система находится в состоянии порядка. Нет даже времени. А внутри галактики, да, там хаос, там беспорядок, тепло и так далее, максимальное тепло. Теперь вот включили время, начали, ну, разрешили им взаимодействовать. Вот это я пока тубоди рассматриваю. Полетели они друг другу навстречу. Что происходит? Начали галактики остывать, вот по законам механики. Потому что часть энергии, она же ниоткуда не рождается. Из тепла переходит в упорядоченную энергию движения, как целого. И получается, что хаос внутренний уменьшается, но уже упорядоченное движение появляется. Теперь для наблюдателя, который за этим галактикой смотрел, это для внутреннего наблюдателя в галактике хаос уменьшается. А для внешнего наблюдателя, который смотрел, в галактике полетели, ага, скорость появилась генетическая. У меня в моей системе хаос начал расти. Понимаете, как хитро получается? Вот для внешнего наблюдателя, когда они удалены, порядок максимальный, а для внутреннего наблюдателя хаос максимальный. А когда полетело, внешний наблюдатель говорит, ну, удаленный наблюдатель, у меня, глядя на две галактики, хаос, а те, которые в галактике сидят, у них остывается стало, у них хаос уменьшается. И вот этот баланс, вот мне кажется, вот это вот, пусть даже система двух тел, но это система новогалактик, он в этой формулы написывается. Никакой хаос и порядок никуда не девается. Так же, как энтропия, ну и так далее, в одном случае растет для одного наблюдателя, для другого бывает. И информация то же самое. И тогда происходит, мы можем прийти к выводам, что вот на основе вот того, что он рассказывал, он эти выводы не делает, я делаю это за него. У нас должны быть какие-то осцилляции вот в этих системах. То есть она вначале полностью упорядочена, потом достигает какого-то максимального хаоса, а потом опять доходит до стадии и снова самовопорядочного, либо пульсации, либо еще как-то. Ну, раз они дополнительные понятия, то понятно, что они должны осциллировать. Какие-то пульсации. Мы их наблюдаем, слава богу, все вот эти космические целом, пульсации, даже Солнце, и то вот 11 лет пульсации, пока откуда это берется? Вот это берется всего нас из этой замечательной формулы. Вот если бы он мог, скажем, на примере Солнца, не надо легко ходить там это, кроликам Федемоначьям, объяснить, скажем, пульсации Солнца, а не то, что я вот человек Солнца, и вот на меня свет падает, и я как-то там, вот это непонятно, по каким-то законам прогрессии я со световой волной взаимодействую. А вот как такая система сложная, как Солнце, почему у нее 11 лет именно для ее параметров, другие звезды с другими там пульсируют. Вот если бы кто-то на своей теории бы нам рассказал, вот это да, тогда вот тут бы выскочили бы и числа Фибоначчи, и золотые сечения и так далее, и так далее. Но я пока это не вижу математической теории, которая бы объяснила нам эксперимент. Пока качественная картина, очень интересная, ярко представленная, и интересно слушаться. предсказания для астрономов, там, я не знаю, для лаборатории, что мерить, как и с чем сравнивать, ну нет, в этом, в общем, пока, может быть, это стадия такая, и потом вы поймите, тяжелейшая задача, ведь он взялся за те задачи, за которые, от которых все отпихиваются, ну, про Пригожину, может быть, вот, или там, Анзагера, который сказал, друзья, у нас должны быть вихри в воде, я не понимаю, почему их не видели тогда, их еще не было. Конечно, все сразу отшатнулись от нарушения принципа термодинамики, а как вы помните, даже в нашей академии, вот, по крайней мере, интернет погонять, там, 56-й год, чуть ли не постановление было, термодинамику ругать нельзя, она на Ньютоновских принципах, там, второй закон термодинамики, кто трогает, сразу выкидываем из академии, по крайней мере, квантовую механику ругать нельзя, в итоге у нас сейчас их 10, как минимум, формулировок, но ругать-то нельзя, а новые строить можно, поэтому, вот они все больше и больше, кто-то говорит, даже 3 сформулировок от механики, зависит от задачи, либо один, либо другой аппарат убираешь. Теория относительная совершенно, ругать нельзя, а то уже, значит, сразу выявляют, где-то, по-моему, 15 шизофреников, один год, там, 56-й, после этого сразу выявили. Они пытались просто разобраться, среди них, я думаю, бриллиант был, который пытался улучшить, но это объяснил, что если есть плотность поля, то должна быть, и плотность энергии механической, от того, что две массовые взаимодействия, должна быть плотность энергии в каждой точке пространства, то есть, нельзя выбрасывать там энергии, а где энергия, там всегда масса, значит, там инерция должна быть уколи. Но вот эти идеи, бриллианты все выкинули, потому что он критиковал, по крайней мере, у нас, в России, это не восприняли, к сожалению, а вот в них-то как раз и была заложена вот эта вот мелокальность, о которой я говорил, от них переход к мысли, вот, к этой толкательной гравитации, к мыслам, Ломоносову и так далее, то есть, доплатчик нам берется за те задачи, за которые, хоть, несмотря на то, что им тысяча лет, они трудны. И пока, вот он говорит, он все понимает, ну вот, понимаете, я не хочу этого говорить, вот, все понимает, а сказать не может, уравнение написать не может, что надо мерить, к чему прийти. Вот, хотя бы одну яркую, понятную всем вот систему, там, я, например, реакция Жаботинского, например, цвет меняет туда-сюда, вот это хаос порядок, хаос порядок, вот она на столе стоит, осцилляция идет, ничего другого там, я уверен, вот эта формула его для реакции Жаботинского работает, если вы помните, она все время периодически пульсирует, цвет меняет, стоит на столе, никто не трогает. Ну вот, вот такие задачи его надо осубить, хоть одну численно обсчитать с предсказательным каким-то тестом, вот тогда да, тогда все ахнут, а пока все будут просто вот хлопать и говорить, ну интересно, да, ну а дальше что? Ну вот у меня вот так, вот я думаю, где-то надо, я буду следить дальше внимательно, что наш дохладщик делает, и может быть там через год опять у него, если появится вот прорыв такой, технически чисто в плане вычислений, тогда да, опять послушаем. Ну так, спасибо. У вас где-то время для того, чтобы ответить на все по-моему, ну и так, все-таки повторяю, ну четко в Риме арифметически, геометрически и дальше, нельзя пользоваться инерциальной системой отчета, нет преобразования Лоренца и нет преобразования Галилея, поставил точку на всей квантовой физике электродинамика, неубедительно, ну что я могу делать? Нету аддитивных параметров, ни время, ни заряд, ни масса, ни аддитивные параметры, нельзя ими пользоваться. Щапова вилла сложность трансформации технологии материи, совершенно новый показатель для развития, новый параметр, который теоретическая физика не знает. Ну, я хотел, чтобы вы меня услышали, но не получилось. Я понимаю, что по закону Ньютона действие не равно противодействия, чтобы услышать, нужно не одну лекцию проходить, надо иначе принимать и слышать. И то, что вы сразу поймете, это было бы чудо. Поэтому я доволен, что вы все-таки меня не закидали камнями, не очень сильно побили, и я рад, что вы пришли меня слушать. Спасибо вам за ваше замечание. Татас, спасибо. Слушаем. Ну все, мы тогда сегодня закрываем наше свидание.